В прямом эфире телеканала Губерния 33, программа без предварительной записи в студии Екатерина Степ. Здравствуйте! Как обычно, в это время говорим о том, что волнует жителей региона. О важности и необходимости профилактики стоматологических заболеваний наслышаны многие. Большинство родителей поддерживают идею, что легче предупредить заболевание у ребенка, чем потом его лечить. Сейчас уже не нужно убеждать пациентов в нужности профилактических мероприятий. Родители чаще задают вопросы, как же именно ее проводить. Ведь так легко запутаться в выборе хороших средств гигиены при современном изобилии. Какой выбрать пасту или щетку, как правильно ухаживать за зубами, на что обращать внимание в разные возрастные периоды. Ответы на эти и другие вопросы мы постараемся получить в сегодняшнем выпуске программы без предварительной записи. А поможет нам в этом заведующий отделением детской стоматологической поликлиники города Владимира Надежда Андреева. Надежда Александровна, добрый день! Здравствуйте! Дорогие друзья, вы также можете присоединиться к нашей беседе и задать интересующие вас вопросы без предварительной записи. Достаточно позвонить по телефону в студии 32-62-33. 32-62-33. Надежда Александровна, ну а мы пока ждем звонков от наших телезрителей, начнем наши разговоры. И хотела бы я начать его прежде всего с медучреждения, которое вы сегодня представляете. Детская стоматологическая поликлиника. По себе очень уникальное такое учреждение. По-моему, представлено в единственном формате не только в городе, но и в области. Скажите, как к вам попадают пациенты, кого вы принимаете, какую помощь оказываете сегодня пациентам? Наше учреждение, как вы правильно сказали, является единственным в области такого направления, такой специфики. Учреждение является областной структурной единицей, поэтому мы обслуживаем и город, и область. Попадают к нам по записи, предварительной записи, которая сейчас уже по дорожной карте ведется в электронном виде через портал госуслуг. Режим онлайн и самостоятельная запись через портал госуслуг. Вся информация о нашем учреждении находится на сайте учреждения. Мы считаем, что сайт у нас очень хороший, подробный. Там все у нас прописано до мелочей, которые иногда интересуют родителей. Не всех, но интересуют. Ну, действительно, век современных технологий очень удобный и просто записаться на прием к врачу. Меня интересует вот какой вопрос. С области, из какого-то населенного пункта пациенты, они также вот... Я захотела ребенка показать врачу в детско-стоматологической поликлинике и просто записалась на прием. Или здесь нужно какое-то направление от местного врача? Значит, там, где есть поликлиники стоматологические, взрослые, смешанного приема, если там врач не может оказать помощь или нет лицензии и считает, что он некомпетентен в этом вопросе, пишется направление. Но мы принимаем по обращаемости, по записи, проведенной через портал госуслуг, всех, кто хочет. Ну что ж, хорошо, разобрались, как можно попасть к вам на прием. Продолжаем нашу беседу и хочу начать, что называется, с истоков. Надежда Александровна, когда малыш рождается, понятное дело, что через какой-то период у него начинают резаться зубки. Вот в какой период это должно происходить? Есть какие-то определенные сроки? Ну, вы знаете, я так давно уже в детстве работаю, что вот по этому вопросу я хочу вам только одно сказать, что сейчас вариабельность вот этих сроков прорезывания, она немножко сдвинута в сторону более раннего прорезывания. Ну, акселерация, видимо, и все прочее. Но такие стандартные сроки, которых мы придерживаемся при осмотре детей, они, конечно, существуют. Где-то первые нижние резцы появляются в 5-6 месяцев. Дальше вторые резцы, потом верхняя челюсть, потом четвертые зубки, потом клыки и так далее. То есть существуют сроки прорезывания, которых мы придерживаемся при осмотре ребенка. Полгода, получается, та точка отсчета, когда у ребенка должен появиться первый зуб. Ну, где-то так. Если этого не происходит, должны ли родители как-то реагировать на отсутствие первых зубов? Ребенку 8, а у него... Я думаю, до года не надо беспокоиться, потому что там могут произойти всякие физиологические накладки во время... Значит, у нас же ведь молочный прикус начинает формироваться в то время, когда мама еще может и не знать о том, что она беременна. Это 6-8 недель беременности уже начинает формироваться зубочелюстная система, и начинает она формироваться с зачатков временных зубов. Поэтому что там могло произойти, и задержка в прорезывании, она может быть. И до года это считается физиологической задержкой. Мы так и пишем тогда при осмотре ребенка, мы пишем, что происходит задержка прорезывания временных зубов. Ну, то есть паниковать не стоит? Нет. Зубы все равно прорежутся? Я думаю, да. Там бывает адентия, но обычно это еще связано с какими-то соматическими заболеваниями. И такая адентия, она предсказуема на фоне соматики. А если говорить о посещении стоматолога, когда маме необходимо своего ребенка показать врачу? Это когда прорезались зубки, или когда, может быть, жалобы какие-то появились у ребенка? Ну, вы знаете, сейчас ведь по приказу министерства мы перешли на систему осмотра детей от нуля до года. Первое сейчас мы смотрим ребенка месячного, на предмет каких-то врожденных состояний, которые в месяц еще сохраняют свое место. И дальше мы смотрим уже ребенка в годик. Это по всеобщей диспансеризации детского населения. После года, я так понимаю, постоянная контроль от врачей заканчивается, родители уже самостоятельно решают, когда же ребенка ввести, допустим, к стоматологу. И чаще всего, конечно же, родители обращаются к врачу только тогда, если у ребенка, допустим, заболел какой-то зуб. Если ничего не беспокоит, нужно осматривать полость рта у ребенка. Вы знаете, в чем дело? Сейчас, вот я вам скажу только одно, я столько лет в детстве проработала, у нас сейчас настолько омолодился кариес, вот за те 30 лет, что я работаю в этой специальности. Поэтому я бы вам сказала так. Во-первых, снижается количество матерей, которые детей кормят грудью. То есть грудное вскармливание уходит куда-то на задний план. Смеси, они, конечно, сейчас над ними тоже работают, и по составу они вроде как бы приближены к грудному молоку, но вы сами понимаете, грудное молоко – это совсем другая ситуация. И когда ребенок находится на искусственном вскармливании, одна проблема – углеводов в этих смесях все равно больше, чем нужно. Мы считаем так. Сейчас самым главным бичом вот этого маленького возраста, от нуля до года, – это циркулярный кариес, который возникает по шейкам зубов. Возникает он потому, что вот то, о чем вы говорите. Вот уже как только зубки прорезались, нужно начинать гигиену. Во всяком случае, нужно исключить употребление ребенком ночью смесей, ночью не кормить смесями, йогуртами, кефирами, потому что ночью никакой гигиены быть не может, вы даже не можете протереть ребенку зубы, да, а это все остается на зубах. И конечным продуктом углеводистого обмена являются кислоты. Это и есть вот та агрессия, с которой начинается кариес. Поэтому нужно следить за тем, что вы покормили ребенка, но в лучшем случае сейчас вот есть специальные напальчниковые салфетки в аптеках продаются. Это все можно узнать в отделах ухода за ребенком. И после того, как вы покормили смесью ребенка, можно зубки, особенно в области шеек, вот этими салфеточками самостоятельно протирать. Самое главное, чтобы зубы были чистыми, чтобы никакой углеводистой пищи не оставалось ни в промежутках, ни на шейках и так далее. А уже когда начинает формироваться прикус, вот к году, там, как правило, уже 8-10, у некоторых детей до 12 зубов, заканчивается формирование временного прикуса к 2 годам, уже с года должна быть настоящая механическая обработка, то есть настоящая чистка зубов. Вот о чистке зубов мы сейчас поговорим поподробнее, но прежде давайте примем звонок от нашего телезрителя, который поступил к нам в студию по телефону 32-62-33. Добрый день, мы вас слушаем, говорите. Да, здравствуйте. Вот вы хоть и детский доктор, но у меня вот вопрос такой, надеюсь, вы ответите. Мне удаляли зуб мудрости, и после удаления, как бы, там пришлось разрезать, зашили рану простыми нитками, как бы десну пришили к щеке. Вот, ну, это вообще нормально ли это? И что потом по лицу синяки идут. Простите, а сколько вам лет? 25. 25. А где производилась манипуляция? Ну, вот в стоматологии, вот рядом с золотыми воротами, я не помню, как она называется. Вы знаете, я считаю, некорректно мне сейчас комментировать это, но то, что там, значит, были сложности при удалении, это явно. Поэтому вам нужно поговорить с тем доктором, который проводил манипуляцию. То есть в любом случае это, получается, какая-то некая ошибка, которую нужно исполнять? Я не думаю, что там была ошибка, потому что удаление нижних восьмых зубов – это всегда проблема для хирурга, потому что это, во-первых, и анатомически очень сложная область, и строение челюсти в этом сегменте очень сложное. И иногда зубы бывают настолько аномальными, что непредсказуемо само удаление. Поэтому это представляет сложности, конечно, и для врача, и для больного. И поэтому иногда идёшь и на более расширенные какие-то вмешательства, что может сопровождаться и гематомой небольшой. В общем, я так думаю, что вы должны были поговорить с врачом, и врач должен был вас проконсультировать на предмет того, что может быть у вас после удаления. А насчёт того, что вам там пришили что-то с щёку, мне даже как-то странно это слышать. Надежда Александровна, что касается, кстати, зубов мудрости, их необходимо удалять? Или это идёт на усмотрение пациента? Нет, это только на усмотрение доктора. А на усмотрение доктора? Да, да. Бывают такие ситуации, когда восьмёрки необходимо сохранить. А вот иногда у наших пациентов, особенно ортодонтических, по показаниям ортодонта нужно обязательно удалять восьмёрки, иногда даже не прорезавшиеся, то есть зачатки восьмых, чтобы во время прорезывания зуба и формирования корней, а на это нужно два года, происходит рост челюсти. И если ортодонт лечит ту и другую патологию, и ему не нужен рост или верхней, или нижней челюсти, то иногда идут на такие мероприятия по удалению зачатков восьмых зубов. Хорошо. Отвлеклись мы немного от детских проблем. Взвращаемся к детской стоматологии. И, Надежда Александровна, как мы уже сказали, до года желательно за ребёнком протирать хотя бы зубы, а вот уже с года приучать к самостоятельной чистке зубов. Хорошо. Для чистки зубов необходима щётка и паста. Это как минимум. Для того, чтобы выбрать необходимую щётку, как её выбрать? Она как-то будет отличаться вообще от взрослой? Да. Но сейчас же существуют у нас и детские пасты, и детские щётки. Но мне как обывателю кажется это деление просто потому, что на детской пасте может нарисована какая-то мультяшка, а на взрослой этой мультяшки нет. Или это не так? Это не так. Дело в том, что все пасты с добавками той или иной степени, там, фторированные пасты с большим содержанием фосфора, кальция и так далее, они, в общем-то, бывают иногда на вкус очень неприятными. А у нас с вами стоит задача приучить ребёнка с годика уже к какой-то личной гигиене полости рта. Поэтому преследуется задача, чтобы, во-первых, работа с щёткой была менее агрессивной, не доставляла ребёнку неприятности. То есть щётка должна быть небольшой, щетинка невысокой, поскольку ротик ещё маленький, и щётка должна быть мягкая. Это вот три основных критерия. Можно там ещё смотреть, чтобы было удобно держать, и там для пальчика было углубление, но это уже детали, да? А с пастами, значит, паста должна быть приятная ребёнку, понимаете? Поэтому он иногда добавляет какие-то отдушки. Иногда ребёнку не нравится отдушки, он будет чистить пастой, которая не имеет запаха. То есть есть отделы по уходу за полостью рта в детских аптечных отделах, там можно получить консультацию. И посмотреть, пусть вам предложат, там набор детских паст. Вы внимательно посмотрите. И здесь даже не важен набор микроэлементов, а здесь очень важна сама гигиена. Ещё раз повторяю, зубки должны быть чистыми. То есть здесь мы первостепенно сначала приучаем ребёнка? Приучаем и стараемся, чтобы этот процесс чистки доставлял ребёнку удовольствие, чтобы не было дискомфорта. А дальше уже по мере его роста, по мере посещения стоматолога, стоматолог будет смотреть за тем, как развиваются ваши зубки, как ведёт себя эмаль, в каком она состоянии. И если там появятся проблемы, врач заметит, он даст консультацию. Поменять пасту, поменять щётку и, может быть, даже приступить к каким-то профилактическим мероприятиям, уже начиная эти мероприятия проводить в поликлинике. Надежда Александровна, что касается щёток, вообще как часто их нужно менять именно детям? Если по-взрослым мы знаем, хотя бы один раз в три месяца это необходимо сделать, то что касается детей, здесь такой же закон? Совершенно тот же закон, но я вам скажу так. Щетинки, сейчас щётки из искусственной щетины, если щетинки все перпендикулярны друг другу, то щётка в рабочем состоянии. Как только с боковых поверхностей начинают эти щетинки отбрасываться, то есть под углом к основной массе щетинок, эта щётка уже должна быть заменена на новую. Хорошо. Мы возвращаемся к молочным зубам детским. Если удалить молочный зуб, на его месте сразу начнёт прорезаться постоянный? Нет, там тоже существуют сроки. Тоже существуют сроки. И вот здесь очень важно, и мы, когда готовят нас в академиях, в институтах, вот эти сроки мы должны знать, вот стоматологи детские, как вот разбудить ночью, и вы должны сказать, в каком возрасте какой молочный зуб меняется на постоянный. И для того, чтобы принять решение, иногда приходит, вот по обращаемости, да, приходит ребёнок, и ему до смены этого зуба ещё где-то 4-5 лет, и он уже в том состоянии, когда вылечить его невозможно, принять решение об удалении, врач берёт на себя ответственность, и какая-то горечь остаётся после этого, потому что раннее удаление молочного зуба ведёт к задержке прорезывания постоянного, как правило, как правило. Поэтому, если есть малейшая какая-то возможность сохранить молочный зуб, мы идём на это. Но просто врач должен маме объяснить, что осложнение, в результате которого вопрос решается удалять или лечить, здесь нужно будет терпение и у врача, и у мамы, потому что в одно, в два, а то и в три посещения не получается иногда вылечить такой зубик. Но пытаться идти сразу на удаление, я считаю, это неправильно. Нужно попытаться увеличить. Хорошо. Надежда Александровна, но ведь бывают и такие моменты, когда, в общем-то, уже подходит срок к тому, чтобы прорезывались постоянные зубы, а вот, допустим, два каких-то молочных, они никак не уходят с своего места, сами не выпадают. Вот в таких случаях прибегают к удалению? Значит, что я вам скажу. Значит, у нас же есть группа резцов, это однокорневые зубки, это фронтальные, передние зубки, да? А есть, так сказать, жевательные и примоляры. Моляры и примоляры, да? Так вот, под примолярами и малярами, там, в области бифуркации, то есть вот зуб сидит на зачатке постоянного зуба. И вот с этими зубами, как правило, не бывает проблем. Постоянный пошел, и этот удаляется. А вот однокорневые, фронтальные зубы, бывают, ну, процентов 17-18 детей, у которых зачаток лежит параллельно корню временного зуба. Да, и тогда он, зачаток уже пошел, начинает прорезываться, а молочный не рассасывается, потому что он лежит параллельно. Таких детей немного, но они есть, и тогда мамы все прекрасно понимают. Тогда происходит звоночек, они записываются на прием, и такие зубы мы удаляем под хорошим, настоящим обезболиванием, под анестезийкой. Хорошо, ну, у нас есть еще один звонок. Надежда Санна, давайте услышим нашего телезрителя. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. У меня сыну 12 лет, но некоторое время назад, вот несколько лет назад, он упал, ударился, и у него откололась часть переднего зуба. Но вначале скул был очень виден сильно. Сейчас немного время прошло, да, зубы у него выросли. Он виден, не так, конечно, сильно в глаза бросается, но все равно мы вот думаем, надо ли делать какую-то реставрацию вот этого скола в 12 лет, или можно не делать. Если сделать, будет ли это эффективно, насколько хватит времени. Спасибо. Ну, 12 лет, если это фронтальный зуб, то у вас уже, конечно, корень сформирован. Зуб уже может быть реставрирован фотополимерными материалами. Ну, вот из моего опыта я вам скажу так, если это не доставляет ребенку сейчас дискомфорта, то я бы не торопилась с этой процедурой. Ее можно провести в любом возрасте. Вот он у вас начнет взрослеть, там у вас начнется букетный конфетный период, и тогда он скажет, мамочка, я хочу, чтобы вот этот зубик мне привели в порядок. Сейчас это не проблема при существующих материалах. Правда, я думаю, что в обычной государственной клинике вам этого не сделают, но я так думаю, что вы найдете возможность его реставрировать. А потом не забывайте, это же мальчик, они же еще будут и драться, и бегать, и заниматься спортом, и реставрация может пострадать. Так что вы выбирайте время, это по вашему усмотрению. А то, что сейчас ему 12 лет, он у вас готов к реставрации, это решение ваше будет и ребенка. Пожалуйста. Надежда, она не может со временем этот скол стать больше как-то там, я не знаю. Я хотела у мамы спросить, обращались ли они к врачу, когда произошла травма. Когда происходит травма, мы так и пишем, перелом коронки, и этот перелом может быть с границы, которая проходит через дентин, иногда происходит со вскрытием пульповой камеры, то есть самого нерва. Исходя из того, на каком уровне произошел перелом коронки, мы выбираем тактику лечения. Я думаю, что у вас, наверное, это было все в пределах эмали. Если была бы другая ситуация, у ребенка были бы жалобы. А так все у вас более-менее благополучно. А мы продолжаем нашу беседу. Друзья, напоминаю, сегодня в студии заведующая отделением детской стоматологической поликлиники города Владимира Надежда Андреева. На ваши вопросы она отвечает по телефону в студии 32-62-33. А мы продолжаем. Надежда Александровна, скажите, существуют ли зубы, которые выходят сразу постоянными, то есть нет молочных предшественников. Да, это шестые. Они прорезываются в 5-6 лет, начинается их прорезывание. Формирование коронки и эмали 2 года, и корни формируются 2 года. Седьмые зубы, которые прорезываются, в 10-11 лет. И дальше восьмые штамм по состоянию. Ну вот эти зубы, они наиболее подвержены каким-то внешним воздействием, и наверняка бы наиболее страдают. Они страдают, знаете, почему больше всех, потому что они жевательные. И шестые зубы, они не просто еще в 6-7 лет прорезываются, это шестой зуб считается зуб окклюзией, то есть зуб состояния прикуса, правильного расположения верхней и нижней челюсти по отношению друг к другу. Поэтому за шестыми зубами нужно следить очень внимательно. Поэтому у нас даже была такая программа, мы деток выпускного возраста из садика смотрели на предмет формирования эмали шестых зубов. И там, где уже эмаль была в состоянии начального кариеса, мы проводили профмероприятие. Потому что шестые зубы, они очень важны дальше для жизни ребенка и в последующем человека. На прикусе кариеса мы сейчас становимся подробнее, но очередной звонок поступил к нам в студию. 32-62-33, телефон нашей студии. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите. Добрый день. Надежда Александровна, скажите, пожалуйста, у меня 12-летний сын жалуется на чувствительность зубов, на холодное, горячее реагирует. Чем можно помочь ребенку? 17 лет. Во-первых, я бы сказала, что все равно консультировать вот так, не видя ребенка, мне сложно. Я думаю, что нужно с ребенком подойти в поликлинику, стоматолог посмотрит. А для того, чтобы, во всяком случае, вам дать рекомендацию, которая не повредит вашему ребенку, нужно выбирать пасту для чувствительных зубов. Любой фирмы. Рекламой я сейчас заниматься не буду, но Calgate Pro Relief Sensitive, она является на сегодняшний день, на мой взгляд, лучшей из паст, которая снимает вот эту гиперчувствительность эмали. А нужно вообще посмотреть, если это тотально, то нужно посмотреть эмаль. Иногда бывает эрозия эмали, иногда эмаль вступает вот в то, о чем я говорила, в стадию деминерализации, и поэтому, может быть, вашему ребенку нужно будет провести курс ромотерапии, помочь эмали уйти от этого состояния, которое, конечно, его беспокоит, он не может выпить ни холодной воды, ни съесть мороженое, и от химических раздражителей может возникать неприятное чувство. То есть, я так думаю, что нужно подойти к стоматологу и этот вопрос обсудить. Хорошо. Надежда Александровна, прикус слышала о таком мнении, что даже детская пустышка в детстве, она влияет на прикус ребенка в дальнейшем. Насколько это правда? Вы знаете, вообще насчет пустышек у меня, конечно, бывает. Я вот иногда иду по коридору и вижу, когда ребенку полтора-два года, и ребенок идет по коридору, вот взрослый, двухлетний ребенок, для меня он взрослый, и он с пустышкой. Вот я этого не понимаю. Но мы же все родители, эти пустышки, сама рабочая часть, она круглая. Там силикон или другой какой-то материал инертный, я не говорю об экологическом вопросе данного предмета. Но сама механика, вот вы представьте, что вот этот вот находящийся шар, резиновый во рту, он формирует небо. У нас же дитё растет и происходит формирование лицевого скелета. И когда постоянное механическое давление на твердое небо, то небо приобретает, как у нас называют, готический характер, готическую структуру. Оно выше, чем нужно. К нёбу крепится срединная перегородка носа. И вот представьте, это всё давит на срединную перегородку, она что начинает делать? Она искривляется. Отсюда нарушение носового дыхания, аденоиды, и вся прелесть лор-заболеваний. Открытый рот, ротовое дыхание усугубляет вот это готическое небо. Поэтому дольше девяти месяцев у ребёнка пустышки не должно быть. Если он очень её любит, как говорят мамы, он без неё не засыпает. Пусть дать ему. Он засыпает, и её нужно вытаскивать. Но такого, чтобы ребёнок ходил днём с пустышкой, господа родители, я вас заверяю и умоляю, такого быть не должно. Ну что ж, уважаемые родители, тотально отказываемся от пустышек. Ничего хорошего они нам не сулят, но у нас очередной звонок. До девяти месяцев. До девяти месяцев. Да. У детей, которые не вскармливались грудью, у них дефицит сосания. И они с удовольствием пустышками пользуются. До девяти месяцев, но разумно, в разумных пределах. Хорошо. Звонок поступил к нам по телефону 32-62-33. Добрый день. Вас слушаем. Надежда Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рассчитываю на ваш совет. Дело в том, что вот у меня есть племянник, ему 9 лет. И вот постоянно, у него постоянно в зубах появляются какие-то белые пятна или полосы. которых вот раньше не было. Вот что это может значить? Вот может быть уже нужно бить тревогу? Да, конечно. 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 Эти пятна, они могут быть очагами деминерализации, то есть это начальная форма кариеса. Поэтому нужно быстренько прийти к детскому стоматологу на консультацию. И если там будут показания, то значит проводить определенные профилактические мероприятия. Обязательно. Вот давайте, Надежда Александровна, сейчас и остановимся на такой проблеме, как кариес, с которой, наверное, сталкиваются очень многие жители и города, и области. Хотелось бы поговорить о тех основных методиках, которые есть по защите, по защите этих детских зубов. Но прежде чем мы поговорим, об этом примем звонок. Добрый день. Мы вас слушаем. Алла, здравствуйте. 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 Надежда Александровна, можно вам вопрос задать? Да. Пожалуйста. Вы знаете, очень спорное мнение по поводу восьмых зубов. Вот в 17 лет у меня у дочки уже пошли зубы восьмые, когда вышли, и у нее до этого была идеальная передняя челюсть и ровный ряд зубов, да, чистых. Вот. А когда вышли восьмерки, мы уже потом это узнали, поняли, начала скучность между третьим, четвертым зубами. Вот. И нам сказали, одни доктора говорят, мы ходили по многим, одни доктора говорят, что их нужно удалить, а другие предлагают там, ну, систему брекеты или что-то, и как бы вот уже этот дефект, он уже вот сейчас со временем более и более заметен. Что вы посоветуете? Ну, вы знаете, случай классический, да, прорезывание восьмых зубов. Восьмые протолкнули все вперед, что у вас было до этого, поэтому появилась скучность, появился какой-то косметический дефект. Значит, я вот только скажу вам одно, вам нужна хорошая консультация ортодонта, но там нужно будет просчитать, есть у них свои индексы, они снимают слепки, и на модели просчитывают те коэффициенты, которыми они могут располагать при том или ином лечении. Перед тем, как надеть брекет-систему, они должны посмотреть, как это, во-первых, косметически будет выглядеть, если они выровняют вот эту скучность, в каком направлении это должно происходить, и самое главное, у вас, вы мне только не сказали, на нижней или на верхней челюсти вся эта процедура случилась, еще ведь есть такое очень важное положение, как взаимоположение челюстей, поэтому это должен вам дать консультацию ортодонт, тот, который будет вас лечить, потому что стандартных протоколов введения больных в ортодонте нет, у каждого ребенка, обращающегося, или сейчас и взрослого, своя ситуация, своя специфическая ситуация, здесь подход чисто, строго, индивидуальный. Надежда Санна, уже поговорили мы немного о брекет-системе, вот есть ли какая-то возрастная, так скажем, ограничение, или наоборот, в каком возрасте лучше устанавливать ее? Сейчас это стало таким, неким, я бы даже сказала, модным веянием, не только дети ходят с брекетами, но и взрослые, и практически в любом возрасте, по-моему, сейчас устанавливают. Это действительно очень эффективно, или это действительно дань моде? Ваша точка зрения по этому поводу? Ну, вы знаете, это течение, которое появилось, наверное, я затрудняюсь, может быть, лет 15-20 назад, у нас как бы вот уже в России мы начали заниматься этой несъемной техникой. Как и в каждой методике, есть свои плюсы и минусы. И брекет, лечение джайс-техникой несъемной, это не панацея. Есть показания, есть противопоказания. Поэтому для того, чтобы определить методику, ее тоже может определить только врач, который будет вас вести. Но у брекет-систем самым главным плюсом является то, что это несъемная, что это не нужно ребенку снимать, одевать на время еды, там снимать и так далее. То есть это очень удобно по жизни, физиологично. Но есть такие патологии, которые как раз брекет-системами нельзя лечить, там очень долго и нет уверенности в хорошем клиническом эффекте. Иногда идут на сочетанную методику, съемную и несъемную. То есть это пластинки, трейнеры, что-то такое? Это решает только лечащий врач. И все зависит от возраста, все зависит от степени патологии, от вида патологии. И этим занимается, конечно, только ортодонт. А то, что сейчас возрастные границы, они, конечно, сейчас снимаются. То есть я думаю, что сейчас можно лечиться в любом возрасте, ортодонтическое лечение получать в любом возрасте. Надежда Александровна, еще один звонок в нашей студии. Давайте услышим нашего телезрителя. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Алло, говорите. Алло. Алло, алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Надежда Александровна. Да-да, слушаем. Здравствуйте. Филиппова Лидия Антоновна беспокоит. Помните меня? Простите, еще раз фамилию. Филиппова Лидия Антоновна. О, Лидия Антоновна, очень приятно вас слышать. Очень слышите. Это наш главный педиатр городской. По голосу я узнала сразу вас. Спасибо. Спасибо. И с удовольствием всегда эти передачи слушаю. И вас сейчас с удовольствием. Ваши консультации для меня интересны, потому что у меня есть три правнука. Да, Лидия Антоновна. Поздравляю вас. Поздравляю, Лидия Антоновна. Привет всем, кто меня помнит. Спасибо. А вторая стоматология в Добром работает. Я уже сейчас на пенсии давно. Это наше второе отделение. Лидия Антоновна. Здорово ваше отделение, да? Да. Ну, всем-всем привет, кто меня помнит. Городской педиатр при мне 85 лет. Спасибо, мы вас поздравляем. Спасибо. Спасибо, Лидия Антоновна, за звонок. Вот так вот прям Лидия Антоновна сделала сейчас. Настроение замечательное. Да, да. В этот день. Не так много, мало, немного времени остается, Надежда Циановна. Мы не поговорили о кариесе, поэтому хочу буквально хотя бы в нескольких предложениях, как не стать заложником этого недуга, может быть, отказаться от сладкого наверняка стоит. Вы знаете, вообще проблема кариеса, она сравнима с онкологией в настоящее время, потому что по некоторым данным до 95, до 98% населения по некоторым регионам, где-то больше, где-то меньше, страдает кариесом. Проблема такая. Причин много. Однозначно на это ответить нельзя. Но основа будет лежать все равно в регулярном посещении стоматолога с целью профосмотра. Это должно происходить как минимум дважды в год. Если врач определяет, у нас есть свои индексы интенсивности кариеса, и ваш ребенок попадает в зону высокой интенсивности, значит, ваши посещения к стоматологу должны быть не реже одного раза в квартал. Мероприятия профилактические и методики проведения этих мероприятий у нас существуют. Перечислять я их сейчас не буду, потому что в каждом индивидуальном случае применяется та или иная методика. И самое главное это не ждать, что вас кто-то позовет, кто-то вам что-то предложит. Это должна быть инициатива самих родителей. Только при регулярном посещении стоматолога можно начать лечение профилактическое вовремя, и стоматолог объяснит, как дальше эту линию продолжать, как мама может помогать своему ребенку, чем можем помогать мы. Но этот процесс он обоюдно любовный должен быть, должен быть контакт между мамой и врачом, и соответственно ребенок. Надежда Санна, и в завершение нашей беседы буквально в двух словах. Подростки естественно следят всегда за своей внешностью, когда молодым людям и девушкам уже там по 14-15 лет, и многие просят родителей, чтобы те отвели их на отбеливание зубов, сейчас тоже очень модно, все хотят не только ровные, но и беленькие зубки. Вот подросткам можно такую процедуру проводить. Я вам скажу так, что вы попали не на очень хорошего стоматолога, я против отбеливания всю жизнь. Вот так я настроена, потому что я считаю, что природа нам дала, то вам это и подходит. Конечно, сейчас погоня за голливудской улыбкой, я не знаю, насколько это актуально для людей, которые не являются публичными, не являются актерами и так далее. Но иногда да, это как навязчивая идея. У подростка появляется комплекс, ему некомфортно, поэтому опять-таки повторяю, это нужно пойти на консультацию, должен врач посмотреть, есть такое понятие резистентность эмали к кариесу, если эта резистентность низкая, то все процедуры, которые производятся связанные с отбеливанием, они такой эмали ничего хорошего не дадут. То есть там тоже свои показания. Все это только решает стоматолог, поговорив с тем или иным пациентом и определить степень надобности данной процедуры. Хорошо. Ну что ж, время нашей программы подошло к концу. Надежда Александровна, огромное спасибо за полезную беседу, а что самое главное, без предварительной записи. Дорогие друзья, напоминаю, сегодня в программе без предварительной записи на ваши вопросы отвечала заведующая отделением детской стоматологической поликлиники города Владимира Надежда Андреева. Запись этой программы вы можете найти на нашем сайте trc33.ru в разделе без предварительной записи. На этом у меня все, увидимся после майских праздников, всего доброго. Бога.